Попрыгать на джампинге, поиграть в фрисби или стать настоящим вокаутером? Прошедшую субботу представители молодежных альтернативных видов спорта показали, как можно интересно провести свободное время. Об этом в материале Юлии Пономаревой. Бокинг, фрисби и воркаут. Чем только не увлекается современная молодежь. В прошедшую субботу на площади у Вечного Огня состоялся праздник, посвященный альтернативным видам спорта и уличной субкультуре. Весь день были открыты спортивно-творческие площадки для всех желающих. Прыгали на джампинге, пробовали себя в фрисби, а кто-то играл в привычный волейбол и катался на роликах. Организаторы праздника развлекали молодежь и напоминали, что быть здоровым не только необходимо, но и модно. Это мероприятие проходит уже третий год. Оно называется «Выше своего предела» молодежный праздник и целью, наверное, популяризации всех молодежных субкультур, спортивных, творческих. И чтобы молодежь знала, что в Архангельске есть тоже место, где можно развиваться. Чтобы стать настоящим воркаутером и научиться выполнять сложные трюки на турнике, необходимы длительные тренировки и хорошая физическая подготовка. Владислав давно занимается этим видом спорта и уверен, что все зависит от самого человека. Тут есть элементы на силу и на гибкость, и на силу и гибкость вместе. Зависит от развития человека. Как только поставили турник, то сразу весь народ собрался. Все воркаутеры и турникмены со всего города. А кто-то попробовал себя в русском жиме. Здесь все серьезно. Настоящее соревнование. Без штанги около 80 килограмм. Такое по силам далеко не каждому. В этот раз Станиславу, одному из участников соревнования, не удалось одержать победу. Но все впереди. Главное начать. Там тяжело было? Нет, легко. Сколько раз было? 20 лет. Да, победы маловато, я думаю. Нет, я боюсь, жду танцев, когда будут. Танцы начались совсем скоро. Вот так, под открытым небом в центре Архангельска, пары зажигают в ритме латиноамериканской сальсы и бачаты. Мы проводим мастер-классы по, скажем так, простым или социальным латиноамериканским танцам, бачаты, меренги, для того, чтобы люди могли почувствовать себя, скажем так, в танце и, возможно, в будущем начать танцевать. А для самой изысканной публики было организовано необычное и сложное по физической силе шоу пилонисток. Правда, вот повторить подобное никто так и не решился. Мы выполняем акробатические и гимнастические элементы на пилоне, да, это вертикальный снаряд. Ну и, собственно говоря, он развивает силу, выносливость, гибкость, пластику. Каждый здесь нашел себе занятие по вкусу, а если кто-то не смог или не успел попасть на праздник, то организаторы обещали повторить его в следующем году. Если вы не хотите ждать целый год, то без труда можете записаться в любую секцию, ведь главное желание, а способ всегда найдется. Юлия Подмарева, Сергей Зимских, Новости 24, Архангельск.